В Казахстане продолжает расти число заболевших коронавирусом Плюс 729 за сутки Возвращение ковида Режим военного времени вели в китайском Ченду Еще 729 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Казахстане за прошедшие сутки 9 пациентов по данным Минздрава скончались Резкий прирост заболеваний отмечен в Нур-Султане Ковид подтвердился у более 100 жителей столицы Ни одного случая инфицирования в Туркестанской области Всего в стране зафиксировано больше 138 тысяч случаев коронавируса Эпидемиологическая ситуация в Павлодарской области остается напряженной За сутки там выявили 98 заболевших Регион продолжает находиться в так называемой красной зоне С начала недели в областном центре закрылись все школы Коронавирусная инфекция начала распространяться среди детей Дежурные классы с 1 по 4 перевели на дистанционное обучение Накануне массовое заражение произошло в доме престарелых На прямой связи с нами находится Ербол Авишев Ербол, скажите, уже месяц действуют жесткие карантинные ограничения На карантин закрыты несколько райцентров и сел Неужели эти меры не помогают заметно снизить распространение вируса? Доброе утро, Гульнара! Ситуация действительно у нас напряженная В конце прошлой недели сам врачи заявили о резком росте распространения инфекции Среди школьников и учителей По этой причине в городе с понедельника закрылись все школы А дежурные классы перевели на дистанционное обучение Показатели заболеваемости высоки В сутки регистрируются уже больше 100 зараженных коронавирусом Накануне произошло еще и массовое заражение В доме престарелых города Аксу По результатам ПЦР-исследований Ковид подтвердился у 27 подопечных Один из них находится в тяжелом состоянии Учитывая престарелый возраст пациентов Их всех взяли на особый контроль Причины массового заражения еще не установлены Но общие доводы о распространении инфекции Среди населения медики назвать могут Предлагаю послушать комментарий Лиц, пересекающих границу Государственную границу Республики Казахстан Оно не мониторировалось То есть сколько людей прибыло зараженных Нам неизвестно Вследствие того В красной зоне мы уже больше двух недель находимся Связано это с тем, что люди пересекли границу Как бы заразили друг друга Естественно, любой очаг он выдает контактные лица Ербол, то есть основной причиной Распространения инфекции являются завозные случаи? Не только Наша область ведь находится на севере В холодных климатических условиях Поэтому в это время у нас традиционно происходит Сезонная вспышка вирусных заболеваний Но, как показывает практика Наиболее подвержены заражению инфекции Жители приграничных сел к России Восточно-Казахстанской области Которые также находятся в красной зоне Поэтому в нескольких райцентрах области Как и в Павлодаре вели карантинные ограничения На въезд и выезд Там тоже установлены подобные блокпосты Например, недавно в селе Акулы Коронавирусом заразились почти треть личного состава Сотрудников районного отдела полиции Ковид действительно распространяется с новой силой К сожалению, большинство палодарцев Не воспринимают это всерьез Люди не соблюдают режим карантина Число нарушителей растет с каждым днем Подробнее об этом расскажет наш спикер Жасхайрат Хаиров Первый заместитель начальника департамента полиции области Жасхайрат Имамбекович, скажите, пожалуйста Какова оперативная ситуация на данный час в области? Ну, оперативная обстановка у нас на территории области Стабильная, контролируемая Уровень преступности у нас снизился на 27% Снижение имеем в части таких видов, как кражи, грабежи Сезонные преступления у нас, кражи скота Имеем снижение на 37% Ну, личный состав полностью работоспособен и контролируется Нарушения на блокпостах выявляются? В основном какие нарушения? Ну, на блокпостах у нас 12 блокпостов И 7 санитарных постов у нас, как вы сказали, по районным центрам имеется Если в первые дни у нас имелись разворот до 1000 машин То на сегодняшний день уже граждане наши понимают о необходимости И без разрешения практически не выезжают Уже за сутки у нас выявляется до 200 только машин Ну, кроме этого, у нас мы полностью все автотранспорт проверяем по Павлодаринфо Который закачан у нас в планшетах Плюс в планшетах имеются у нас списки разыскиваемых, похищенного транспорта Лишенных права управления По нему сразу мы при проверке человека выявляем сразу эти нарушения Более 200 правонарушений административного характера Выявлены у нас на блокпостах Это и задержанные около 30 лишенных права управления Ранее лишенные И были задержания лиц, которые находились нелегали, обоснованно подозреваемыми Были задержания по запрещенным предметам Ну, в принципе, стабильная обстановка Да, заторов у нас на блокпостах не имеется Ну, надеюсь, люди поймут, что это все так серьезно По данным статистики, количество зараженных коронавирусной инфекцией в Павловской области Уже перевалило за 7200 человек На лечение в инфекционных стационарах сейчас находится 309 пациентов 10 из них в тяжелом состоянии И трое на искусственной вентиляции легких Санврачи надеются, что введенные жесткие ограничения повлияют на неблагополучную ситуацию И в скором времени область выйдет из красной зоны У меня на этом все, Гульнара Я напомню, из Павлодарской области работает наш собственный корреспондент Ербол Абишев В Туркестанской области за последнюю неделю зарегистрировали свыше 30 случаев заражения коронавирусом Среди инфицированных две беременные женщины По словам главного санврача региона, эпидситуация стабильная Но основную часть карантинных мер сохранили Например, запрет на проведение массовых мероприятий Впрочем, некоторые жители это правило игнорируют Ежедневно свыше 100 мобильных групп проводят рейды За 4 месяца они прервали проведение около 600 свадеб, корпоративов и других торжеств Впереди много праздников, но мы призываем отмечать их только в кругу своей семьи Не стоит приглашать гостей К этому надо отнестись с пониманием Ведь ситуация с коронавирусом по стране до сих пор нестабильная МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Возможная причина вспышки коронавируса в городе Чэнду на юго-западе Китая стали завозные случаи или импортные товары К такому выводу пришли местные эксперты В административном центре провинции Сычуань объявили режим военного времени Там обнаружили 6 локальных случаев COVID-19 Это первые факты заражения в городе, начиная с марта Репортаж Батагос Саргабаевой Первая зараженная поступила в городскую клинику с жалобами на кашель Через нее нашли остальных Клинику сразу закрыли, изолировали и двор, где проживают заболевшие Жителям близлежащих микрорайонов рекомендовали не покидать свои дома пока не выйдут результаты тестирования Школы и детские сады района также временно прекратили работу Учащихся и преподаватели обязались сдать анализ на COVID-19 и самоизолироваться Увеличили масштабы тестирования Анализы на коронавирус сдает население целого городского района Чэнду Без малого 1 миллион человек За последний месяц это далеко не первые локальные случаи Однако местные эксперты уверены, повторной крупной вспышки в Китае не будет Китай за прошедшие 10 месяцев накопил достаточный опыт профилактики и контроля эпидемии Расширил возможности тестирования Население страны, осознанно соблюдая все меры предосторожности Возможно, в Китае будут единичные случаи заражения Однако мы уверены, что крупной вспышки, как в Ухане, не случится Также маловероятно возникновение такой вспышки, как на пекинском рынке Синьфади Несмотря на то, что внутренних случаев мало, власти остаются на стороже По мнению экспертов, самыми тяжелыми будут ближайшие пару месяцев Все ждут появления вакцины В Китае в третьей фазе клинических испытаний находятся 6 препаратов Три инактивированные вакцины уже разрешили для экстренного применения в стране Результаты заключительной стадии клинических испытаний, по крайней мере, этих трех кандидатов Должны выйти уже в этом месяце В целом же Китай готов к концу года произвести до 600 миллионов доз вакцин В декабре и январе мы должны быть крайне бдительны принимать превентивные меры Я думаю, что в апреле-май мы сможем привиться от коронавируса с наступлением тепла Весной ситуация улучшится Тогда мы вступим на новый этап медицинского обслуживания Мы должны хорошо подготовиться к тому периоду Инактивированную вакцину китайского производства уже поставили в Индонезию В Бразилию компания Синовак отправила концентрат препарата Из него можно изготовить по две дозы для 50 миллионов граждан страны В настоящее время в мире разрабатывают более 200 вакцин Четверть из них находится в стадии клинических испытаний В Германии собираются вводить жесткий локдаун Об этом пишут немецкие СМИ Новые ограничения, возможно, начнут действовать уже на празднике А тем временем некоторые регионы, не дожидаясь общего решения, ужесточили меры К примеру, в Баварии с сегодняшнего дня действует комендантский час Шоупан Нейманбаева продолжит тему Вторая волна в Германии не идет на спад Врачи фиксируют сравнительно небольшое снижение числа инфицированных На данный момент практически все регионы объявлены опасными зонами Некоторые политики говорят, что полный локдаун неизбежен Поэтому, скорее всего, зимние праздники немцам придется провести дома, без гостей Будет ли введен в Германии жесткий локдаун, станет известно уже в четверг Главы федеральных земель снова соберутся, чтобы обсудить ситуацию Но некоторые регионы решили не дожидаться и уже ввели ограничения Так поступила Бавария Наиболее пострадавших от вируса в городах и муниципалитетах С сегодняшнего дня действует комендантский час Жителям запрещено выходить на улицу с 21 до 5 часов утра А покидать дом днем можно только по уважительной причине Ситуация и далее остается серьезной Принятых мер не хватает, но должны их ужесточить Основная часть ограничений будет такой же, как и во время первой волны весной Выходить можно будет только на работу, учебу, к врачу или за продуктами Помимо этих ограничений, которые касаются всех баварцев Мы вводим более жесткие меры в города, где регистрируется высокое число инфицированных Школы в Баварии закрывать не будут Однако ученики старших классов перейдут на гибридное обучение А в другой федеральной земле, Саксония, где зафиксировано рекордное количество больных ковид Детские сады, ясли и школы собираются отправить на внеплановые каникулы до 10 января Власти еще одного региона, Тюринге, заявили, что не ослабят карантин даже на праздники Многие политики выступают за ужесточение мер на Рождество Не исключают закрытие всех магазинов, кроме продуктовых В общем, жителям Германии, похоже, стоит готовиться к полному локдауну Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен встретятся сегодня в Брюсселе Это будет последней попыткой сторон разблокировать переговоры и заключить торговое соглашение после выхода Соединенного Королевства из ЕС Тему продолжит Сабина Балашкина в обзоре деловых новостей Да, Гульнар, за короткий срок стороны все-таки надеются прийти к компромиссу, чтобы 9 месяцев тяжелых переговоров не стали напрасными Есть ли повод для оптимизма по Брекзиту? Этим вопросом сейчас задаются крупнейшие игроки фондовых бирж Сильный перекос британских рынков в сторону акций старой экономики, а именно энергетики, финансов и сырья Не особо привлекает фондовых менеджеров, независимо от того, будет заключена сделка по Брекзиту или нет Поэтому пока инвесторы не паникуют По мнению аналитиков, последняя встряска фунта не сравнится с масштабами после референдума 2016-го Отмечу, годовой объем торговли между Британией и Евросоюзом оценивается примерно в 1 трлн долларов Во всем мире растут продажи оружия. Данные об этом разместил Стокгольмский институт проблем мира В исследовании говорится о 25 крупнейших оборонных компаниях В прошлом году их выручка превысила 360 миллиардов долларов Это на 8,5% больше, чем в 2018 Более 60% рынка забрали себе США Американские военные корпорации занимают 5 верхних строчек А всего в топ-25 представлено 12 фирм из Соединенных Штатов К слову, в этом году США в целом тратят на оборону больше, чем другие страны В следующем году финансирование Пентагона составит 740 миллиардов долларов С завтрашнего дня Россия запретила завозить в страну азербайджанские томаты и яблоки Связано это с тем, что в продукции обнаружили вредителей Последние полтора месяца было зафиксировано 17 таких случаев Речь идет об южноамериканской томатной моле и восточной полдорожке в яблоках До какой даты будет действовать запрет, пока не сообщается Отмечу, Азербайджан лидер по поставке свежих и охлажденных томатов в Россию На втором месте Турция, на третьем Китай Тем временем вслед за огурцами в Казахстане наблюдается сезонный рост цен на помидоры Сколько стоит килограмм овоща, расскажем далее В Караганде стоимость килограмма помидоров начинается от 650 тенге Выше цены в Петропавловске это 700 тенге Аналогичные цены в Казаларде Немного дороже помидоры стоит в Нур-Султане Интернетизация набирает обороты в Казахстане, сообщает аналитический портал Ранкин Киезет В стране растет число безналичных платежей Казахстанцам стало гораздо проще совершать покупки или оплачивать услуги ЖКХ через интернет и мобильные приложения Доля безналичных расчетов с января по октябрь составила 81%, а это больше чем в прошлом году на 10% И еще интересный факт, если ровно год назад всего треть казахстанцев расплачивались картами, то сейчас больше 50% населения В то же время, пять лет назад количество онлайн-платежей не превышало 10% Основатель компании Tesla и SpaceX Илон Маск переехал из Калифорнии в Техас Бизнесмен пояснил, что в Техасе строится новый завод Tesla и раскритиковал политику калифорнийских властей относительно предпринимателей По словам Маска, ранее авиастроительные компании, как и многие другие, перенесли свою деятельность из Калифорнии В столице штата Техас, в городе Остин, находятся подразделения Tesla и его стартапа Boring Company А в прибрежной деревне Бока-Чика расположен объект SpaceX До переезда основным местом жительства бизнесмена считался Лос-Анджелес Решение переехать Маск Мост мог принять из-за высокого подоходного налога в Калифорнии И в завершение информация с казахстанской фондовой биржи По итогам последних вечерних торгов курс доллара составил 421 тенге 13 иинов, евро 509.94, рубль 5.71 Гульнар, на этом у меня все, возвращай эфир Благодарю, Сабина Балашкина представила деловые новости Оборонное ведомство США впервые в истории может возглавить афроамериканец Демократ Джо Байден, который уже начал собирать свою команду, представил кандидатуру на пост главы Пентагона Им, если не будет против Сенат, станет генерал в отставке Ллойд Остин В штабе Байдена отметили опыт и безупречный послужной список выдвиженца В отставку Остин ушел в 2016-м, спустя 41 год службы До выхода на пенсию он руководил Центральным командованием Вооруженных сил США Короткая реклама далее, после которой вернемся Отрезаны от мира в Североказахстанской области жители села остались без сотовой связи и доступа к интернету Оборудование, которое обеспечивало мобильное соединение, демонтировали и увезли Кто и зачем И эксклюзивное интервью с Александром Винокуровым Генеральный менеджер «Астана-про-тим» рассказал о трудностях и планах велокоманды На новый сезон Если там завтра можно представить, что команды не будет Тогда, конечно, Алексей будет искать работу в новом клубе Обо всем подробно через несколько минут оставайтесь с нами Субтитры создавал DimaTorzok Дарите роскошь праздничных эмоций с карт-нуар Кофе карт-нуар Если дарить, то совершенство Роберт, Марк, Анна, Макс, Алиса Сен не бүлдердің Бұзыл, мен мерекен бұзпастадым бәне Дасым, сен тіпті Оның шырайын кіргіздің Служные пятна требуют много порошка Попробуйте персил-гель Его нужно в два раза меньше, чем порошка Он глубоко проникает в ткань, удаляя пятна лучше, чем порошок Больше, значит меньше Переходите на персил-гель Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Будем растить молодежь Александр Винокуров поделился планами Астаны на предстоящий год Генеральный менеджер рассказал о трудностях и перспективах велокоманды А также о программе на новый сезон для казахстанца Алексея Луценко Подробности у Биржана Валиева Программу на предстоящий сезон Астанчане представят ориентировочно 17 января В данный момент спортивные директора беседуют с каждым гонщиком в онлайн формате Обсуждая план работы и физическую подготовку Кроме гран-туров большое внимание уделяется и Олимпиаде Все спортивное сообщество Казахстана надеется на завоевание медалей Алексея Луценко Между тем, для участия в многодневках у Астаны всего три лидера Задачи остаются всегда те же Но выиграть, конечно, гран-тур будет сложнее Без Лопеса Я думаю, больше шансов есть на Джиро до Италии Ну, Алексей, то, что касается Алексея Начало сезона и потом уже прицелом Тур-де-Франс с подготовкой на Токио До переподписания контракта с Луценко СМИ сообщали о том, что казахстанец может покинуть родную команду Александр Винокуров отмечает Интерес со стороны других команд действительно есть Конечно, Алексей бы, я думаю, не ушел Но если там завтра можно представить, что команды не будет Тогда, конечно, Алексей будет искать работу в другом клубе Но сегодня такой вопрос стоит на повестке дня С начала следующего года у казахстанской команды появится новый совладелец Бюджет от этого не увеличился Но уменьшился объем господдержки Пока что Астана сохраняет казахстанскую прописку И продолжает работать с отечественной молодежью Уже в ближайшем будущем у клуба может появиться юниорское крыло И подрастающее поколение сможет представлять страну в ближнем зарубежье Возможно, даже если позволит бюджет Я думаю, он позволит выезжать на международные старты Которые я могу легко найти в Испании или в Италии Это уровень намного выше, чем наш казахстанский По словам Винокурова, каждая победа – это дополнительная мотивация для детей Поэтому успех профессиональной команды – тоже своего рода развитие массового спорта Бржан Валиев, Арман Акшабаев, Хабар 24 Иранские власти сообщили о задержании нескольких лиц, которые, как считают в Тегеране, причастны к убийству физикоядерщика Махсена Фахризаде Более подробной информации о задержанных пока нет СМИ, ссылаясь на помощника председателя парламента Исламской Республики, отмечают, что в убийстве свою роль сыграл Израиль Однако, по словам израильских властей, устранить ученого могли, цитата, американские или другие спецслужбы Напомню, Фахризаде погиб в результате покушения 27 ноября Он возглавлял организацию исследований и инноваций при Министерстве обороны Израиль вводит комендантский час в связи с резким ростом заболеваемости ковидом Достижения предыдущего локдауна сошли на нет В стране новый рост случаев заражения Параллельно в Израиле готовится к вакцинации Первая партия вакцины должна поступить уже на днях Повторный локдаун, который Израиль ввел первым в мире, сработал Кривая заболеваемости резко пошла вниз Выявлять в сутки стали уже не тысячи, а сотни зараженных И власти решили, пора снимать ограничения Правда, снятие было постепенным Потихоньку стали открываться школы и детские сады, магазины и учреждения Результат, увы, не заставил себя ждать К сожалению, последние дни опять кривая полезла вверх Говорит это с моей точки зрения о том, что, конечно же, в первую очередь все устали Устало общество, устали соблюдать правила Тем более, что всех расслабила информация о успешных испытаниях нескольких вакцин Расслабились не то слово Правоохранительные органы сбиваются с ног Разгоняя незаконные вечеринки, свадьбы или дни рождения Запрет на массовые мероприятия Больше 20 не собираться Нарушается повсеместно Несмотря на огромные штрафы Хуже всего, что стало расти число тяжелых пациентов Особенно тех, кто нуждается в ВВЛ Это самый критический показатель Нагрузка на систему здравоохранения сразу выросла Власти отреагировали быстро В стране прекращается снятие ограничений Вводится ночной комендантский час Мы найдем решение Мы уже на пути к нему Вакцины уже везут Виден свет в конце туннеля Пандемию мы победим Но это нужно делать с умом Я сказал, что без колебаний Введу дополнительные ограничения Или верну прежние Чем раньше мы это сделаем Тем короче будет срок их действия Вакцина действительно в пути Первая партия американской модерны Прибывает в Израиль 10 декабря Позже по плану придет Пфайзеровская До конца года Израиль должен получить Несколько миллионов доз Массовая вакцинация стартует в Израиле В первых числах января Первыми будут прививать медиков И людей старше 60 То есть главные группы риска Детей в последнюю очередь Если все пойдет как задумано К началу лета власти хотят вакцинировать всех Сергей Услендер, Хабар 24 Субтитры предоставил DimaTorzok Прошли очередные игры национального чемпионата по баскетболу Астана на выезде разгромила Алматинский легион Атрауские барсы на своем паркете Уверенно обыграли актюбинцев А Каспий удержал домашнюю победу В игре с кустанайским таболом В турнирной таблице по-прежнему Лидирует столичная команда Далее новости спорта Сегодня сборная Казахстана по футзалу Стартует в отборе на чемпионат Европы 2022 года Впервые в истории турнира Команды в групповом раунде будут играть против соперников дома и на выезде Проведя против каждой команды в группе по два матча Квалификационный этап начинается для нашей команды с домашней встречи Первыми соперниками наших спортсменов станут футболисты из Венгрии Остальные игры пройдут уже в следующем году В одну группу с нашей страной Также попали сборные Израиля и Беларуси Победители восьми групп и шесть лучших вторых мест Получат путевки на чемпионат Европы Подготовка, конечно, у нас была неполноценная Поскольку у нас были ряды футболистов Которые не могли участвовать в сборах Но это не причина, чтобы делать паник Здесь есть хорошие футболисты Есть люди, которые хотят доказать свою ценность Насколько они важны для страны, для футзала в стране В североказахстанской области жители села Семиполки Остались без сотовой связи и доступа к интернету Оборудование, которое обеспечивало мобильное соединение Демонтировали и увезли Почему так произошло, сельчанам никто не объяснил Некоторые семьи были вынуждены отправить своих детей Студентов к родственникам, чтобы они могли учиться дистанционно В проблеме разбиралась Нургуляхметова Все время выкидывать из урока Сам интернет часто выключается Школа в Семиполке сейчас единственное место Где есть хоть и слабый, но доступ к интернету Так что сельские студенты, как и ученики Каждый день приходят сюда на дистанционные занятия Из-за того, что в селе нет сотовой связи И других альтернативных видов выхода в интернет Все студенты вынуждены сидеть Обучаться в стенах школы И все студенты используют трафик Единственного маршрутизатора Тем самым повышая нагрузку на него Мобильную связь, а вместе с ней и интернет В Семиполке отключили 1 декабря И вот уже неделю жители 200 с лишним дворов Живут вне зоны доступа Связь совсем слабая была Не могли ни с кем связаться Поговорить в зум Вообще выйти не могут дети А сейчас совсем отключили Убрали У меня сестра студент Первый курс Мы ее отправили в город из-за интернета Платим за квартиру очень дорого У нас пенсионеры живут У нас инвалиды живут У нас беременные женщины есть Вдруг что случится Это же нам тяжело Мы никуда не сможем позвонить даже Мобильная связь исчезает полностью Уже на трассе, ведущей к селу Семиполке Сельчане говорят, что эту дорогу Зимой часто заметают Если кто-то вдруг окажется в снежном плену То позвонить и позвать на помощь не получится Оборудование мобильного оператора Было установлено на территории местного ХПП Представители сельхозпредприятия утверждают Что из-за ремонтных работ Проводимых на зерносушилке Станцию связи они попросили демонтировать Снизу у них станция Здесь мониторы все стояло Могли повредить мы Поэтому мы предупредили заранее Они сняли И забрали, да? Да, да Вы сами где живете? В этом селе? Нет, в Сергеевке А ваш руководитель вашей фирмы где живет? В Алматы Из-за отсутствия онлайн-связи Сельчанам пришлось собраться офлайн Возле сельского акимата Чиновники пообещали жителям, что оборудование Мобильного оператора до конца месяца Вернут на прежнее место Между сторонами Картел и ТОАС Логистикс Был такой момент, когда они За использование их высотного сооружения Попросили повысить арендную плату Местное хозяйство Но позже, когда проблема образовалась И когда уже сделали нормальные расчеты Они вернулись к прежней плате 50 тысяч тенге Мы провели переговоры В лице учредителя ТОАС Логистикс Учредителя ТОА Картел И Акима района Шелакена То есть мы там приняли решение Что монтажные работы завершатся До 30 декабря 2020 года Все монтажные работы Расходы будут осуществляться За счет ТОАС Логистикс По словам представителей Акимата Чтобы улучшить качество мобильной связи В следующем году в селе Семиполки Установят новую вышку В Туркестанской области задержана Организованная группа скотокрадов У каждого была своя роль Одни угоняли скот с пастбищ Другие отвечали за перевозку Третьи занимались продажей Все подробности в хронике происшествий В Актау водитель краски не с легковушкой От удара автомобиль виновника авария перевернулся Пострадавших с места ДТП Госпитализировали в больницу Жертв нет 26 лошадей, вмерших в лед Обнаружили полицейские по Владарской области Накануне о краже Табуна Сообщил один из фермеров района Акулы С его слов неизвестные угнали скот с пастбища После долгих поисков Лошади были найдены мертвыми Детали случившегося выясняются Организованные группы скотокрадов Задержали полицейские Туркестанской области По версии следствия Они причастны как минимум К девяти случаям кражи лошадей И крупного рогатого скота Злоумышленники действовали По хорошо отработанной преступной схеме Каждый выполнял свою роль Одни угоняли скот с пастбищ Другие перевозили Ну а третьи занимались продажей Под стражу взяты пока четверо подозреваемых Около 30 жителей пришлось эвакуировать Из-за пожара в одном из домов Как шитал Покинуть квартиры самостоятельно Люди не могли из-за едкого дыма К счастью вовремя подоспели пожарные С помощью автолестницы Они оперативно вывели жильцов на улицу Точная причина возгорания выясняется Власти Уральска намерены передать 13 дворовых спортивных площадок предпринимателям В доверительное управление на три года Пока в частные руки передали только одну площадку Повторный тендер разыграет уже в этом новом году Такое решение обосновано экономией Каждый год на бюджетные средства Приходится чинить сломанные вандалами снаряды и покрытия Батагос Базарбаева продолжит тему На балансе города около 50 таких спортивных площадок Зимой в коробке заливают лед Летом на резиновом покрытии играют футбол и волейбол 10 площадок в этом году отремонтировали Построили 4 новых по программе благоустройства дворов Доверительное управление будут передавать на 3 года Без права выкупа Это очень хороший метод Он будет соблюдать за чистотой, за порядком В Уральске много актов вандализма выявляется Например, подрядчики сдают спортивную площадку Хорошую, прям, ну, полностью Со всеми снарядами Со всеми покрытиями Потом у нас много ломают часто Вот, например, распивают спиртных напитков Молодежь на детских качарях Качается, сидят, ломают все Вот за этим они присматривают Может, дополнительно они сами камеру поставят на эти площадки Я живу в этом районе Я хочу, чтобы в этом районе был тренажерный зал, например Площадки, чтобы дети игрались Здесь залили лед Я после школы всегда прихожу сюда кататься Как выяснилось, одна многофункциональная площадка Со специальным покрытием и игровым полем Обходится строителям 40-50 миллионов тенге 20 миллионов тенге ежегодно тратится из бюджета города на их содержание Между тем, не все горожане разделяют решения властей сэкономить Горожанин Ербулат Даркеев считает Предприниматели спортивному досугу детей предпочтут коммерческий интерес Обязательно надо опрос, как-то надо сделать собрание Чтобы жители тоже участвовали А то вот решили, там в Акимате или где Постановили, а мнение людей не спрашивают Здесь жители живут, надо их мнение Согласны они, не согласны К слову, в пользу победителей тендера всего половина доходов с площадки Проводить здесь можно соревнования, детские праздники Сдавать как тренировочную базу Но всего на 7 часов в день Они будут занимать, кто это выиграет То есть 7 часов только будет Остальное время для населения Безвозмездные условия, бесплатные тоже И также любое мероприятие Городские спортивные мероприятия Если будут проходить, то беспрепятственно предоставлять На безвозмездной основе эти спортивные площадки Когда мы звонили, там узнают Они говорят, что 7 часов для них мало Пока желающих взяться за такой коммерческий проект немного После праздника будет организован повторный тендер С предварительным подробным разъяснением условий и выгоды для предпринимателей В столице открылась выставка The Space of Imagination Об этом подробнее далее Виртуальный музыкальный вечер Виртуальный музыкальный вечер слушателям подарили артисты столичной филармонии Айдын Жумабай и Шахризадатыны Штык Вокалисты и лауреаты международных конкурсов Посвятили концерт Таульсиз Елем Предстоящему празднику Дню независимости Концерт мы откроем композициями Современных отечественных авторов Затем исполним песни Шамши Колдаякова В программу вошли и произведения зарубежных композиторов Песни из репертуара Андреа Бачели «Time to say goodbye» Композиция Дэвида Фостера «Ама Кре де Вай» И популярная песня под гитару «Historia de un amour» Артисты представили синтез музыкальных жанров Айдын – эстрадный певец, Аша Хризада – оперная певица Вокалисты познакомились во время обучения в Казахском национальном университете искусств Их связала любовь к музыке Это такой интересный факт, что и в жизни, и на сцене мы вместе с ним Мой супруг И нам очень удобно вместе выступать Вместе петь на сцене Он прекрасный певец Мне очень нравится Я обожаю свою работу Я люблю петь, дарить эмоции зрителям Не представляю свою жизнь без музыки В планах артистов и дальше радовать слушателей проектами в виртуальном формате Запись концерта молодой творческой пары можно увидеть на страницах филармонии в социальных сетях В алматинском культурном пространстве состоялся показ кукольного спектакля «Жила-была старушка» По мотивам одноименного рассказа Рея Брэдбери Постановка повествует о жизни и победе над смертью главной героини, одинокой старушки Тильди Где смешались историческая реальность и воспоминания, комедия, юмор и романтизм Этот рассказ нам понравился Нам показался он важным, нам показался он сейчас нужным Нам показался он интересным В любом случае мы всегда берем тот материал, с которым нам интересно работать В котором нам интересно купаться и который нам интересно транслировать Мы берем и работаем в нем У нас взрывается в голове, мы говорим «Вот оно» и начинаем делать Мы очень хотим, чтобы просто все любили жизнь Все любили жизнь, не боялись смерти И ценили каждую секунду, как ценит старушка Коллектив тотального театра работал над спектаклем около года Помимо марионеточных, планшетных и перчаточных кукол Был задействован также театр объектов, что добавило яркости актерской игре Карантинный перерыв оказался плодотворным В ближайшее время театр представит несколько пример В столице открылась выставка «The Space of Imagination» Она переносит зрителя из замкнутых помещений, домов и квартир В бесконечное пространство воображения и творчества Здесь мы пытаемся проанализировать, пытаемся понять, какой опыт мы получили за последние полгода За последние несколько месяцев С начала пандемии, с начала локдауна Это довольно новые для нас слова, но они уже вошли в наш обиход Кто-то в этот период начал изучать что-то новое Кто-то начал проходить какие-то курсы Кто-то начал изучать историю Но самое главное, что мы начали изучать себя Мы начали вести диалог с собой, со своими близкими, со своей семьей Работы, представленные на выставке, были созданы художниками в период карантина Мастера посвятили их самым разнообразным темам Алмагуль Минлибаева представила серию фотографий и цифровой графики Как окно в другую цивилизацию Здесь современные формы переплетаются с архитектурой мавзолея Айшабиби В своих абстрактных полотнах художник Абдукарим Иса открывает зрителям Туранского тигра Населявшего Центральную Азию до начала 20 века Работы современных мастеров дополняют предметы интерьера Каждый из которых тоже имеет свою историю Выставка в столице продлится до 10 января Организаторы предлагают посетителям выйти за рамки привычного И вдохнуть глоток свежего воздуха И в завершении выпуска Самая высокая гора в мире Эверест стала еще выше Об этом сообщили министры иностранных дел Непала и Китая После того как специалисты из двух стран провели новые замеры Теперь по официальным данным высота горы составляет 8 848 метров 86 сантиметров Отмечу ранее две страны вели собственные подсчеты высоты вершины мира Эксперты опасались, что высота могла уменьшиться после сильного землетрясения в Гималаях в 2015 году Наши горы известны во всем мире Кроме того их считают молодыми Я очень горжусь тем, что высота Эвереста увеличилась И на этом пока все Не забывайте смотреть наши выпуски Все они доступны на YouTube Всего доброго и до свидания